Действие второе Шаг с банником Абтырку заманили И совсем уж вроде победили Только Абтырка проворен оказался И так просто им в руки не дался А как это было узнать хотите? Тогда тихонько сидите, смотрите Картина четвертая Та же лесная избушка банника В избушку забегает Абтырка Прижимая к груди птичку с перебитым крылом В ту же секунду за окнами Сверкает молния Грохочет гром Стеной обрушивается дождь Абтырка Успели до дождя Спасибо тебе, птичка-перепелочка Птичка голосом лишака Так пожалуйста Абтырка удивлен Птичка спохватывается Говорит тоненьким голосочком Тебе спасибо, мил человек Спас ты меня Абтырка нежно гладит птичку Целует ее, сажает на стол Птичка ковыляет К краю падает Поднимается уже лешаком Абтырка снова удивлен Добрый день Или вечер Не знаю, как вас Лешак я Абтырка Приятно познакомиться А я Абтырка Лешак обходит вокруг Ага А уж мне-то как приятно Абтырка А вы не видали Куда птичка делась Лешак хохочет Молния, гром Появляется банник Абтырка удивлен еще больше И вам Добрый день Или вечер Лешак бросается К баннику Хихикая И утираясь на ходу Слышь Он меня Всю дорогу Гладил Да целовал Обслюняли Всего Банник ласковый Значит попался Сердешный И не колоколец Та его иный Лешак На груди висит Он его от дождя В тряпицу замотал Хихихи Так не звякнет Не боись Абтырка А где ж я Извиняюсь Птичка Осматривается банник Строго Ты ко мне В дом пришел Зачем? Абтырка Птичка привела Ты не видел ее? Банник Во-первых Шапку Сымать надо Абтырка Снял Во-вторых Все что за пазухой Или там на груди На шее там висит Все на бочку Класть Абтырка Зачем? Банник А у меня В доме Порядок такой Вот у него На шее Ничего не висит Распахивает Лешака У того на шее Сушеная жаба На веревочке Сыми Лешак Тихая Срывает жабу Не знает куда Девать Жует У меня Вот тоже Ничего нет Распахивает грудь Там поросль Молодых веточек С зелеными Листочками Ну это не шатается Это может Ну как у тебя Волосы Ну можно И выдергивает Веточки И пучком Кладет на стол Ну Видал Ничего нет Такой порядок Абтырка Такая Банник Хохочет Абтырка Что ли Это же Банник Абтырка А А я думал Он хозяин Тут Решак Так хозяин И есть И ты Должен Его Бояться Абтырка Переставая Искать Мне Батяня Говорил Что я должен Уважать Старших И помогать А бояться Не говорил Бояться Это Как Банник Да ты Знаешь Чего Я могу Хлопает В ладоши За окном Молния Гром Абтырка Ух ты Банник Хлопает Еще Еще Потом Еще Из громовых Раскатов Складывается Тяжелая Страшная Мелодия Под которую Банник Или Шак Скачут Вокруг Абтырки Пляшут Пугая Его Абтырка Жена Оборот Смотрит С восхищением Устав Плясать Банник Или Шак Валятся На пол Абтырка Потрясен Вот Это Музыка Мелодию И Вот Еще Есть Поворачивается К столу Берет Колоколец Разворачивает Его Банник И Лишак Спрячь Положь Разбегаются И прячутся Абтырка Поворачивается От стола Их нет Ой Абтырка 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 Куда Делися Странная Избушка Птичка Пропала Эти Пропали Эй Вы Где Находит Скрючившегося Лишака Эй Ты Чего А Лишак Я Я Я Тебя Прошу Умоляю Только Только Не это Только Не Звини Абтырка Такая Я Не Звеню Лишак И Не Будешь Абтырка Ну Хочешь Так Не Буду А Че Это Вы Куда Делися Банник Вылезает А Это Мы Для Смеху Это Мы В Прятки Играем Абтырка А Меня Научите Я Тоже Хочу Банник Подмигнув Лишаку Научим Если Звенеть Не Будешь Абтырка Ну Сказал Же Не Буду Учи Давай Банник И Лишак Переглядываются Перешептываются Потом Учат Абтырку Играть В Прятки Начинают Играть Первым Водит Абтырка Банник И Лишак Прячутся Среди Зрителей Абтырка Быстро Их Находит Следующим Водит Банник Лишак Абтырке Слыш Ты Ты в мешок Спрячься Он тебя там Нипочем Не найдет Абтырка Прячется В мешок Банник И Лишак Ликуют Хватают Мешок Голос Абтырки Из мешка Лишак Это ты Чоли Лишак Я Я Я Я Я тебя В бочку Спрятать Хочу Там Тебя Баннику Ни в жизнь Ни найти Тащат Мешок Бросают В бочку Заливают Водой Толкут Оглоблями Банник Я все Не хочу Больше Играть Банник Банник Я здесь А Найди Меня Скорее Помогите Банник И Лишак Еще Какое-то Время Возятся У бочки Потом Бросаются К колокольцу Однако Сразу Взять Его Боятся Лишак Ты Бери Банник Нет Ты Бери Лишак А Почему Это я Может Он Мне Не нужен Совсем Ты Бери Банник А Вот И возьму Осторожно Берет Колоколец Рассматривает Его Случайно Звякает Лишак Тут же Приседает От боли А самому Баннику Ничего Снова Звенит Уже Смелее Лишак Корчится От боли На полу Банник Хохочет От восторга За окном Молния Гром Лишак Перестань Погоди Не могу Пощади Банник Звякнув Еще разочек Пощадить Говоришь Я тебя Допустим Пощажу А ну Как ты Сопрешь Колоколец Да сам Звенеть Станешь А Лишак Да ты Что Да Нужен Он Мне Да Не В жизнь Банник Подумав Немного Ну так Вот и Ты Мне Теперь Не Нужен Совсем Таис А потому Пошел Все Таис Натальюшки Три Таис Спешит сюда. Скоморохи набрасывают одежи. Темнота. Картина пятая. Лесная полянка посреди болота. По временам слышатся отзвуки приближающейся грозы. Видны всполохи молний. Выходит Натальюшка. Видно, что она устала и продрогла. Натальюшка оглядывается. — Ну что ты будешь делать, а? Третий раз сюда выхожу. Вздыхает, устала, присаживается на кочку. Тут же свизгом вскакивает. Закрываясь руками. — Ой, уйди! Уйди, не тронь меня! Кочка шевелится, поднимается, превращается в деда-гончара. — Не подходи! Я буду кричать. Стражу звать буду. Уйди! Дед-гончар ласково. — Ой, ты, милая, гонишь. Натальюшка. — Тебя, чудище лесное, не тронь! Сгинь! Растворись! Тьфу-тьфу-тьфу! Чур меня! Чур меня! Чур меня! Дед-гончар. — Да шо ж ты меня все боишься, дочураешься? Я ведь стар старичок. Лучше покушай, протягивает ей кусочек хлеба. Натальюшка опасливо молчит. — Ну, хоть взгляни на меня. Я, может, по боли твоего испугался. Как ты на меня навалилась, а? Натальюшка сквозь пальцы смотрит на деда. Тот достает свистульку и играет мелодию. Руки Натальюшки опускаются. Она улыбается деду. — О, вот и хорошо, милая, вот и славно. Натка, покушай. Натальюшка берет протянутый дедам хлеб и жадно с удовольствием ест. — Ну, вот видишь, и чего пужалась, и сама не знаешь, — гладит ее по голове. Натальюшка доверчиво прижимается к деду. — Я думала, ты кикимора или черт лесной. А ты, дедушка, это, вот это вот, где взял? Это, верно, из-за границ каких? — Дед удивлен. — Да ты что, голуба, хлебушка это наш, тутошный. — Хочешь еще, Натальюшка? — А разве можно? — Дед гончар. — Ой, глупая. — Конечно, обязательно можно. Протягивает ей еще кусок хлеба. — Тебя как величать-то, пужалка голодная, Натальюшка, ест. — Натальюшка, а тебя? А меня, дочка, люди дедом гончаровым кличут. Натальюшка. — А ты, дедушка, вот здесь, в лесу прям, на болоте и живешь? Дед гончар. — Ну что ты, милая? — Зачем? Я далече от Седова, в деревне живу. Да и вишь, был мне звоночек тревожный от сынка моего, обтырки. Пришлось старые кости поднимать, да сюда двигать. Идеть-то мне совсем ничего осталось. Да и к силов не стало. Прилег отдохнуть, от землицы силой напитаться. Тут ты на меня и свалилась, напужала, думал косолапый хозяин. Оба смеются. — А ты чё, куда бежала? Натальюшка вдруг встрепенулась. — Ой, дедушка, ой, я тут с тобой антимонию развожу. А ведь за мной погоня. Дед. — Так это за тобой. А я думал, охота псовая. Натальюшка. — Они что, были здесь? — Дед гончар. — Так ты прислушайся хорошенько. Припади к земле. Припадают к земле, слушают. Доносится отдалённый лай собак и треск троеколки. Натальюшка. — Ой, батюшки, это же псовая стража и боярин на троеколке быстробеглой. Ой, что ж мне делать? Где укрыться? Дед. — Беги по этой тропке до камня латыря. А там налево будет избушка лесная. Натальюшка. — Ой, спасибо. Дедушка кинулась бежать. Дед гончар. — Подождь. Дай мне платок свой. Я их поморочу, сколько смогу. Натальюшка даёт деду гончару платок свой. Целует его. Убегает. Дед гончар кутается в платок. Прячется в кустах. Треск троеколки приближается. На поляну выскакивает боярин. Оглядывается. Видит платок в кустах. Боярин. — Болото здесь, а топь. Туда. Туда ступайте. Машет в сторону рукой. — Ничего я выберусь. Выберусь, ступайте живее. В сторону. Все, голубо, попалося. Моя награда теперь. — Фу, Тимофеевна, ну ты даёшь. Весь дворец из-за тебя, как муравейник. Царь-батюшка награду за тебя изволил объявить. Три тысячи рубликов. Золотом. Где он их брать будет, интересуюся я. Пойдём, ласточка моя ненаглядная, домой. Отбегалося. Платок не шевелится. — Ну, чё тут в мокроте сидеть-то? Нашёл я тебя по-честному. Так чё уж тут кочевряжется? Пойдём давай. Платок не движим. — Ну ты, мать моя, чё молтишь-то? Чё ты меня пугаешь? Тянется через кусты к платку, трогает его. Платок шевелится. — Ой, слава тебе, Господи. А то я уж подумал. Ты уж лучше сама вылезай. А то грубость могу и сделать. Тянет за платок, сдёргивает его и обнаруживает деда-гончара. — А где ца-ца-царевна? Натальюшка где? — Ой, род поганой. Ой, душегуб, казнить тебя, колодненько, три тысячи рубликов. Ой, пропал я. Чё молчишь? Загубил Натальюшку? Отвечай, кровопивца. Хватает деда-гончара в охапку, трясёт его в отчаянии. Дед-гончар. Чё ты, мил человек, меня как грушу трясёшь? Не разбойник я, не лиходей, стар старичок. Сижу себе, отдыхаю. Врёшь, гольё безродное, зубы мне заговариваешь? Сейчас стражу псову крикну, на тарачки тебя разнесут. Говори, куда дел царевну? Дед, ну ты прям грозный, как жук навозный. Ты, главное, милый, не ори. А то я тебя боюсь, а прям ух. Царевну я твою не видывал. А девчушка, что меня платком от прохладности лесной подарила, вон туда и пошла. Показывает совсем другую сторону. Боярин. Эх, сейчас бы тебя, господу нашему, отправить, да тороплюсь я очень. Значит, туда? Дед-гончар. Туда, туда, милый мой хороший, туда. Боярин. Слушай меня внимательно, прыщ болотный. Сиди здесь, а, и жди меня. Уйдёшь? Собаками по следу затравлю. Поняла, башка твоя тупая? Дед, поняла, мил человек, поняла. Ну, как не понять? Боярин. Ну, то-то. Боярин толкает деда-гончара, и тот летит в кусты. Боярин собирается уходить, но останавливается, раздумывает. А ведь будь я на его месте. Глаза там, ух, хитрюшие. Разве ж направил бы куда следует? Поворачивается к деду, а того и нет, словно растворился. Ах ты, вражина поганая! Точно! Надуть хотел. Совсем значит, не туда, мне и надо. А надо мне, соображает. Туда. Ой, вернусь я! Ой, вернусь! Убегает. Слышен удаляющийся треск троеколки. Из кустов кряхтя вылезает дед-гончар. А! А интересная кометь получается. Значит, это я царевну к обтырке направил. Хе-хе-хе-хе! Кто ж кому помогать-то теперь обудет? А? Сбрасывает одежу деда-гончара. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!